Hello Time Boy, this is your operator. Get ready. Ворота слева. У нас ворота защищает Сергей Речкин. У гостей Вячеслав Рябов. Сильный резанный удар. Гол. Великолепно. Очень красиво. И главное здорово, что в самом начале игры вы видите счастливых болельщиков. Ну и сейчас мы посмотрим повтор этого эпизода. Вот видите, подача будет Виктора Захарова. Прострел. Подача. Удар. Гол. Гости сравнивают счет. Счет становится 1-1. И задача Сипсканы усложняется. Теперь нужно побеждать со счетом 6-1. Но выйти повтор этого эпизода. Удар. Буквально в притирку со штангой мяч прошел. Итак, 1-1. Хороший момент для атаки. Но здесь нарушение права. Верхний угол. И Рябов был практически бессилен парировать этот удар. Хорошо разыграно. Удар. Повторный удар. Гол. 3-1. Выйти ликование на стадионе. Море зеленых флажков на трибунах. Надпись «Мы любим тебя Сипскана». Ну и вы смотрите повтор этого эпизода. Итак, 3-1. Гости выполняют не очень приятную для себя процедуру. Разыграют мяч. Удар. Ну буквально в акробатическом прыжке. Рябов в таком броске забирает мяч. Веношка голевая. Игорь Челикин вновь удален. Захаров у мяча. Удар. Намертво, как говорится, забирает Рябов мяч. И здесь сразу же выяснение отношений. Но между соперниками. Но мне кажется, здесь нападения на вратаря не было. Вот может... Ну что ж, довольно неплохо. Вот все время атаки к центру проходят. А вот сейчас подправить не удалось мяч. Здесь был толчок в спину. Передача. Удар. На сей раз Вячеслав Рябов уверен. Вновь такой гул на стадионе. Игорь Агапов разыграет у гостей. Мяч попадает в кого-то из наших защитников. И вот сейчас Речкин ловит мяч после сильного удара. Он шел точно. Передача. Мяч летит в ворота. Нет, буквально рядом с ворот. Здесь отобрали. И вот Гришин. Удастся ли ему убежать от двух соперников. Но его явно придерживают. Он играет. Пас нужно забивать. Удар. Гол. 4-1. Здорово. Будем считать, что 50% это успех. Это успех Гришина. Присмотрим повтор. Подпередача. И владателем автомобиля УАЗ стал Михайлов Вадим Юрьевич. О чем мы сообщаем. На 48. 5-1. Итак, 5-1. Иркутская Сипскана ведет в матче. С нашим на сегодняшний день главным соперником. Старт. Вот опасный момент. Удар поворотом Речкина. Но нужно сказать, что Речкин в отдельных эпизодах здесь очень здорово сыграл. Ну, а вот выйти повтор эпизода, когда Гришин забил гол. Вот так счет стало на 48-й минуте. Счет стал 5-1. У него разрыв связок. Вот он наблюдает этот эпизод, конечно, со стороны. Но посмотрим, кто из наших будет выполнять этот удар. Итак, Евгений Гришин против Вячеслава Рябова. До искомой суммы нужен один гол. 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 Евгений Гришин. Лучший нападающий России прошлого года делает счет 6-1. запас пять мячей. Но, конечно, вы видите, как ликуют трибуны. Но Евгений Гришин крупно на ваших планах. А это повтор. Сейчас, конечно, ваша пятая минута. Но вот опасный момент. И ответный мяч на сей раз о воротах нашей команды. Счет становится 7-2. То есть запас есть, но запас минимальный. Все-таки, как говорится, скараулили нас на контратаке хоккеисты старта. А вот смотрите, неприкрытым остался их лучший бомбардир Вадим Морозов. И 7-2. За мяч. Здесь наш чуть раньше будет прострел. Гол. Нет, я поторопился. Я поторопился. Уж простите вы меня. То, что момент был, ну, сто процентов. Иначе какие-то... Но его останавливают. Удар под дальним углом. Ряба вступает в игру. Да, нежнее. Вот здесь. Последний момент у него выбивают мяч. Из-под клюшки. Итак, угловой удар. Мяч разыгран. Ну, его вот явно за этого сезона. Но вы видите, болельщиков Сипсканы. Перевод мяча в атаку. Пытаться изменить исход матча. Но вот довольно опасная атака. Смотрим за действием наших хоккеистов. Сейчас будет прострел вдоль ворот. Нет, здесь хорошо сыграно. А вот на этом фланге никого нет. Нужно выкатиться навстречу. Удар с дальней дистанции. Потерянную клюшку. Ну, не знаю. Я, честно говоря, вот нарушения не видел. Шишкин. Передача. Нужно забивать Гришин. Гришин попадает в Рябова. Главой всегда хватит времени. Подача. Удар. Мяч отбит. Повторный удар. И сейчас очень хороший шанс для контратаки. Трое наших на двух защитников. 8-2. Победа Сипсканы. В очень трудном принципиальном матче. И наши хоккеисты продолжат борьбу за медали первенства России. На этом мы завершаем наш репортаж. Его ввел Владимир Хомутов. Режиссер показа Ольга Лакина. Ведущий оператор Юрий Андрещук. Всего вам доброго.